Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава Евангелия от Матфея, я читаю свой перевод с небольшими комментариями для библейского портала экзегет. Это, конечно, самая страшная глава, глава о распятии, и мы уже знаем сюжет. Да, скорее всего, те, кто читали даже самые первые рукописи с этим текстом, тоже его знали, что Иисус распят, а в воскресенье будет идти речь потом. Но зачем тогда такая глава довольно большая? Потому что еще важно рассказать об отношении к этой смерти. В предыдущий, 26-й, Сен-Адрион, Верховный Совет и тогдашних иудеев, выносят смертный приговор за богохульство. На самом деле, приговор был вынесен еще раньше, он только был формально озвучен в 26-й главе. До этого уже фарисеи, книжники и те, кто к ним примкнул, так или иначе согласились, что Иисус должен быть убит, поскольку их, собственно, вся власть, весь их авторитет под огромные угрозы из-за его проповеди, из-за того, что он делает. Вот, то есть в 27-й главе решение принимается только одно. Как отнестись к этому приговору? Он уже вынесен, но как к нему отнестись? Когда настало утро, все первосвященники и старейшины израильского народа вынесли Иисусу смертный приговор, но уже вынесли в прошлое, очевидно, составили некий текст официальный. Они связали Иисуса, отвели его к наместнику Пилату и предали в его руки. В чем дело? Понтий Пилат – это наместник римский, и он принимает решение о утверждении или не утверждении смертного приговора. Так тогда было принято, да? Когда Иуда, который его предал, узнал об осуждении Иисуса, он раскаялся в предательстве и хотел вернуть 30 серебряных монет превосвященникам и старейшинам. А чего это вдруг? Наверное, он рассчитывал, что Иисус не будет осужден. Может быть, он даже ждал. Есть такая теория, что Иисус, поняв, что ему грозит, наконец установит свое царство, прогонит римлян, воцарится в Иерусалиме, и все будет хорошо. Но не вышло. Но тогда, по крайней мере, снять с себя ответственность. Да? Он говорил, я согрешил, невинного предал на смерть, и ответили нам-то, что решай сам. А чего, они все получили? Что им эти монеты нужны, что ли? Такие они жадные, что им этих денежек не хватает? Они гораздо больше сэкономили, нейтрализовав Иисуса, как они считают. Тогда он бросил деньги прямо в храме, пошел и повесился. Кстати, в книге «Деяния» немножко другая история его смерти, но мы об этом сейчас говорить не будем. Читая книгу «Деяния», об этом мы поговорим. Смотрите, вот у нас только что была в 26 главе история отречения Петра. Вот два предательства. Иуда, который замыслил заранее Петр, который поддался обстоятельствам, позволил своему страху себя перебороть. Но не только в этом разница. Петр мы прочитаем, конечно, в другом месте, как это не конец его истории, а Иуда на этом заканчивает свою жизнь. То есть не только важно, как ты можешь совершить предательство, но и какой вывод будет сделан. Вот самоубийство тебя оставляет навсегда в этом статусе предателя. Ты ничего не можешь уже исправить. Первосвященники взяли деньги, но чё ж, валяться будут на полу. Но решили, что нельзя их присоединить к пожертвованиям, ведь это плата за убийство. То есть они соблюдают правила ритуальной чистоты. Они посовещались и решили купить на них принадлежавший Гончаруполе, чтобы хоронить там чужеземцев. Такое вот изящное решение, да? Чужеземцы, те, кого не похоронят близкие, потому что их близкие далеко. Ну, поехал человек на паломничество в Иерусалим, и там умер. Как с ним быть? Ну вот, в таком месте их будут хоронить. Вроде и дело-то благое. А с другой стороны, убийство, смерть, это всё что-то нечистое. Потому оно и до сего дня называется кровавым полем. И вот тут отсылка, конечно, на кровь Иисуса. Так исполнилось предсказанное через пророка Иеремию. Цитата. Взяли 30 серебряных монет, вот какую за него дали цену, как сына Израиля его оценили. И отдали их за поле Гончара, как и повелил мне Господь. Вот Матфей очень подробно каждый раз объясняет, как в тех или иных евангельских событиях исполнились пророчества Ветхого Завета. Для него это важно. Но тем временем Иисусу Пилата. Иисуса поставили перед наместником, и наместник задал ему вопрос. А что интересует наместника Пилата? Он римлянин. Тонкости иудейского богословия? Да ни разу. Взаимоотношения Иисуса с фарисеями? Да ему Иисус безразличен, а фарисеи, скорее всего, вообще неприятны, потому что много они о себе думают. Он задал вопрос. Итак, ты царь иудеев? Для него важно, чтобы никто не восставал против Рима. Если Иисус говорит, что он царь иудеев, он поднял восстание. Он заявил о том, что начинает борьбу за освобождение иудеев. Иисус ответил, это ты так говоришь. То есть, смотрите, он так отвечал и первосвященнику, но там он подтвердил. А здесь, скорее, это звучит как, я царь? Нет, я вообще не об этом. Я не про то говорил. Вот ты так ставишь вопрос. Я даже не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Но он не отвечает боязливо. Нет, 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 что-то ни в коем случае. Это напрасно на меня возвели. Это как бы страх. Это отказ от царского достоинства. Но царское достоинство – это одна из сторон мессианского достоинства. То есть, он и не отрицает, что он царь иудеев. Просто он показывает Пилату, что вот такой вопрос имеет смысл только в системе координат Пилата. Отвечая на вопросы, которые не имеют смысла в моей системе координат, я не смогу ответить. А на обвинение со стороны первосвященников старейшего он ничего не отвечал. А там уже все ясно, там бесполезно спорить. Вот бывает так, что все сказано всеми. Тогда Пилат говорит ему, ты что, не слышишь всех этих обвинений против тебя? Но тот не произнес в ответ ни слова к большому удивлению наместника. Он думал, тот будет оправдываться, спорить, да, может быть, в ответ на их обвинять в чем-то. А вот понимает, что это бесполезно, не тратит лишних слов. У наместника был обычай на праздник, а у нас же Пасха или Песох, главный праздник года иудеев, отпускать на радость толпе одного заключенного по ее выбору. Был тогда один известный заключенный по имени Иисус Варрава. Ну, Варрава это, вообще-то, сын отца, по-арамейски не очень внятное имя. То, что на Иисус нас не должно смущать, имя распространенное в те времена. И когда люди собрались, Пилат их спросил, «Кого хотите, чтобы я отпустил Иисуса Варраву или того Иисуса, которого называют Христом?» Он не знал, что Иисусу предали из зависти. Ну, и рассчитывал, что толпа это тоже поймет и попросит Иисуса Христа. И когда Пилат сидел на судейском кресле, то есть место, где он выносит решение официальное, ему передали сообщение от жены. Жена Пилата появляется только у Матфея. Интересно. Сообщение от жены. «Ничего не делай этому невиновному. Этой ночью я во сне сильно страдал ради него». Жена у него какая неожиданно единственная из всех возвышает голос. Ну, как возвышает? Мужу пишет. Не то, что она вышла перед семьей и выступила. Но мужу хотя бы. На этих иных семьях супруги друг другу боятся какие-то вещи сказать. Сообщает ему, что он невиновный и какой-то свой личный мистический опыт. Может быть, так чисто по-женски. У мужчин свои какие-то законы, сражения, войны. А у нее вот женское чутье, которое в данном случае побеждает, оказывается, более правым. А первосвященники и старейшины подговаривали толпу просить для Варавы свободы, а для Иисуса смерти. Итак, наместник спросил людей. «Кого из двоих вы хотите, чтобы я отпустила?» Они отвечали «Вараву». Интересно, здесь даже никакой мотивировки не приведено. Пилат говорит им, а что сделать с Иисусом, которого называют Христом? А все отвечают «Раз пять». Опять никакой мотивировки. Пилат спросил, что же он совершил такого. Пилат, похоже, сам в недоумении. Но те кричат еще сильнее «Раз пять». Смотрите, ну, Варава, который другой возможный кандидат, кто его знает, что это привело его в эту самую тюрьму и к этому самому распятию? Ну, в других Евангелиях, особенно Луки, мы читаем, что там он был разбойник и так далее, какой-нибудь, может, революционер или, по крайней мере, удалой такой парень, пользующийся популярностью. Ну, это интересно. Вот Матфей не приводит даже никаких объяснений, просто вот иногда толпа единодушно ошибается. Это очень важно помнить. Часто приводят критерии большинства, меньшинства, там, демократического избранного кого-то. Толпа демократически избрала отпустить Вараву. Это не значит, что демократия плоха. Это значит, что сама по себе демократичность процедуры не означает идеальность результата. Но что же он совершил такого? Но те кричали еще сильнее распять, не отвечая на вопрос, требуя кровожадности. Пилат убедился, что ничего не помогает и начинаются беспорядки. А для него это самое страшное. Его, по сути дела, единственная цель – одержать Иудею в повиновении. Велел подать воды и омыл руки на глазах у толпы со словами. Отсюда это выражение «умыть руки», то есть демонстративный жест. «Я чист», со словами «сами видите, в пролите его крови я невиновен». Ну, как невиновен, если он принимает решение? И весь народ ответил «его кровь на нас и наших детях». Нередко эти слова приводят как оправдание каких-то настроений антииудейских, антисемитских. Но я бы обратил ваше внимание только на одно обстоятельство. Это кровь жертвенная. То есть это кровь заключения Нового Завета, как мы читали в рассказе о Тайной вечере. И то, что народ окропленный от этой крови, означает, что он входит в этот завет. Вот это прямая библейская параллель. Тогда Пилат отпустил им в Араву, а Иисуса отправил на обичевание и распятие. Даже еще отдельно обичевание. Но распятие само по себе жестокая казнь, а ей еще предшествует не менее жестокое избиение. Тогда воины-наместника привели Иисуса в приторий. Приторий – это, собственно, их гарнизон. И собрали против него всю когорту, воинскую часть. Его раздели и облачили в багряный плащ. Сплели из треномника венец и надели ему на голову. В правую руку вложили палку. Это такой шутовской наряд царя. Алый плащ или багряный плащ носили легионеры. И иногда этот цвет считался царским. Вот он вроде бы в царском облачении. Только у него вместо скипетра палка. Вложили палку и, становясь перед ним на колени, с издевкой приветствовали. И радуйся, царь Иудеев. То есть, как бы, вот это обвинение царя Иудеев им было понятно. Они вообще ни на что внимания не обращают. Вот им важно унизить царя Иудеев. Они его победили. Хотя и войны-то не было. При этом плевали в него, отобрав палку, бери ей по голове. Вдоль, поиздевавшись над Иисусом, сняли с него багровый плащ, одели в собственную одежду и повели его к месту распятия. Вот почему они так делают? А им скучно. Их жестокость от скуки. От того, что они привыкли быть жестокими. От того, что, может быть, в этой военной культуре, если ты не участвуешь вместе со всеми в издевательстве над слабым и беззащитным, ты недостаточно крут. Вот смотрите, все эти люди, толпа по безумию, Пилат по такому хитрому расчету, воины просто по тупой своей жестокости, все они его убивают. Так или иначе, словами, решениями, делами, поступками, причем делают это максимально жестоко. И только маленькие какие-то персонажи хоть что-то пытаются сделать в помощь. Вот жена Пилата. Выйдя из притория, они встретили одного человека из Кирены по имени Симона и заставили его нести крест Иисуса. А приговоренный нес поперечную перекладину креста своими руками к месту своей казни. Иисус, видимо, после этих избиений уже не мог. И вот этот Симон нехотяно помог. Так они дошли до места, называемого Голгофа, то есть лобное место. Голгота – это череп на арамейском. Иисусу предлагали вино, смешанное с желчью, по-видимому, некий горький состав и страф, а не желчь животного или человека, что-то наркотическое, опьяняющее, чтобы притупить боль. Но он попробовал и отказался. Не описано почему, но, вероятно, не считал нужным быть одурманенным вот в этот момент. «Те, кто его распинали, разделили его одежду по жребию». Тоже, конечно, цитата из Псалма, но действительно, палачи обычно забирали одежду казненных. А поскольку поровну поделить было не всегда возможно, приходилось бросать жребий. И сели там его сторожить. Над его головой прибили табличку с указанием его вины. Это Иисус, царь Иудеев. Вместе с ним распили двух разбойников, одного по правой, другого по левую руку от него. Ну, то есть, видимо, срочная казнь Иисуса, она стала поводом казнить кого-то, кто как бы накопился к этому моменту. «А прохожие оскорбляли его качели головами и говорили, что разрушаешь храм и за три дня его восстанавливаешь, лучше спаси самого себя, если ты сын Божий, то сойди из креста». Смерть на кресте мучительно. И положение человека — это поза абсолютной беспомощности, с раскинутыми руками, привязанными или прибитыми, в данном случае, видимо, прибитыми к перекладине. Соответственно, человек ощущает свой... Он демонстративно выставлен на позор, на поругание. И вот сойти из креста, наверное, то, чего этот человек просто мечтает, как никогда ни о чем не мечтал в жизни. И вот ровно этого он сделать не в состоянии. Он уже вообще ничего не в состоянии сделать. Точно так же насмехались и первосвященники с книжниками и старейшинами, говоря меж собой, спасал других, а себя спасти бессилен. Это он, Христос, царь Израиля. Пусть сойдет с креста на наших глазах, тогда поверим в него. Он уповал на Бога, так пусть Бог спасет его теперь, если пожелает. Он же называл себя Божьим Сыном. И разбойники, распятые вместе с ним, бронили его. Ну, Лука, правда, рассказывает, что только один, но Матфей, видимо, меньше об этом знает. Вот, смотрите, и первосвященники, и книжники старейшины тоже участвуют в этом издевательстве, но более утонченно. Они богословие приплели, да? Вот они в силу желания сохранить свое положение, свою картину мира, свои воззрения на все эти вещи. В полдень всю землю покрыла тьма и держалась три часа. Ну, буквально здесь в шестой час, в девятый час. А через три часа Иисус вскричал громким голосом «Элуи, луи, ла ма са бахтани!» То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» На арамейском языке, кстати, интересно, что слова на арамейском, на разговорном, а не на священном, древнееврейском. И выглядит так, что Иисус поверил, что он не угоден Богу. Вот в чем его обвиняют первосвященники. Не думаю, но это вот какой-то очень человеческий вопль, о чем можно сказать в этой ситуации, когда ты висишь на кресте. А у людей свои развлечения. Некоторые из там стоявших это услышали и стали говорить, что так он зовет Илью, Эл-о-и, то есть «мой бог» на арамейском Илья. Тут же один из них подбежал, обмакнул губку в кислое питье. Это, скорее всего, смесь прокисшего такого вина или уксуса с водой. Насадил ее на палку и стал поэти Иисуса. Ну, то есть из губки можно высосать. А другие говорили, погляди, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Тогда Иисус снова громко закричал и спустил дух. Но человек на кресте умирал медленно от удушья. И, конечно, со многими мог случиться инфаркт или что-то подобное по мере того, как эти страдания нарастали. Видимо, тот самый случай. И тут завеса в храме разорвалась надвое сверху донизу. Завеса, которая отделяла святой и святых от остальной части храма, содрогнула земля и раскололись скалы. Раскрылись гробницы и многие тела святых, которые в них почивали, воскресли. И вышли из гробницы, а после воскресения Иисуса они вошли во святой город и явились многим людям. Вот Матфеи расскажет историю, которую не рассказывает больше никто. Мы ничего не знаем об этих людях. А какая история? Непонятно, как они пришли. То ли они вернулись в дом, где они жили, если они недавно умерли. То ли это какие-то древние пророки, которые явились в каком-то не очень привычном облике людям и рассказали им эту весть. Вот мы даже ничего не понимаем. И Матфей явно не понимал, иначе бы он рассказал подробнее. Он явно рассказывает то, что слышал сам. Но все эти истории про то, что смерть Иисуса разрывает границы. Завеса в храме. Земля, которая содрогается и, соответственно, неподвижно становится трясущимся. Землетрясение, но вот именно в этот момент. Раскрываются гробницы. Гробницы между жизнью и смертью. И даже умершие возвращаются в тот мир, из которого они ушли. А сотник, римский командир, и те, кто вместе с ним с трех стрел Иисуса, увидели землетрясение и все остальное, и что случилось, очень испугались и сказали, воистину этот человек был сыном Бога. Вот, собственно, самая смерть становится началом проповеди среди не-иудеев. Много там было женщин, которые наблюдали издали. Те, кто еще в галерее следовали за Иисусом и служили ему. Среди них были Мария Магдалина, Мария, мать Иакова, Иосифа, и еще мать сыновей Зеведея. Ну, мы знаем кое-что про Марию Магдалину. Мария, вероятно, это мать самого Иисуса и еще некоторые другие женщины. А когда уже вечерело, пришел богатый человек из Аримафии по имени Иосиф. Он и сам был учеником Иисуса. И он был явно членом Синодриона. Об этом мы в других местах читаем. То есть, не все фарисеи так уж плохи. Он отправился к Пилату и попросил тело Иисуса. Обычно казненных оставляли для устрашения, но вот он хочет похоронить. Пилат позволял его отдать. Иосиф взял тело, завернул чистую плащаницу. Плащаница – это кусок ткани белой. И положил к своей новой гробнице, которая была высечена в камне. То есть, он сделал себе семейную гробницу, где, видимо, сам рассчитывал когда-то быть похороненным. Но она еще не использовалась. Была новой. Ко входу в гробницу он привалил камень и ушел оттуда. Там остались Мария Магдалина и другая Мария. Они сидели напротив гробницы. Вот тоже интересная деталь, что разные люди действуют по-разному. Но женщины, оказывается, смелее учеников. Они разбежались. Петр даже еще и отрекся, хотя сперва не убежал. Вот женщина как-то по-своему, по-женски, храбрее мужчин, мужественнее. Следующим утром, когда уже была суббота, первосвященники и фарисеи пришли к Пилату. Настолько срочно, что даже в субботу они это делают. И сказали, господин, мы вспомнили, что этот обманщик еще при жизни обещал воскреснуть через три дня. Ничего себе вдруг вспомнили. Оказалось бы, полный их триумф. Но они по-прежнему боятся. Поставь у гробницы на три дня стражу, а не то ученики придут и украдут его, а народ объявит, что он воскрес из мертвых. И этот обман будет еще хуже прежнего. Пилат им ответил, вот вам стража, или у вас есть собственный страж, либо он выделяет им своих воинов, либо говорит, у вас есть своя храмовая стража. Обеспечьте охрану, как считаете нужным. Они пошли и устроили охрану гробницы. Опечатали камень и поставили стражу. Ну вот он, финал. Вот с их точки зрения все завершилось. Но будет еще 28 глава. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создал DimaTorzok